С чего же начинать воспитание и дрессировку вашей собаки? Не переключайтесь, в этом видео я отвечу на этот вопрос. Всем привет на канале Sound Elimination. Сегодня я вышел на очередную прогулку с Боной. Бона, поздоровайся с нашими зрителями. Ей сейчас не до этого, она там гуляет, все изучает. В общем, на очередной прогулке решил записать очередное видео, которое будет касаться воспитания и дрессировки собаки. А именно с чего же ее начинать? Первое и самое главное в начале воспитания вашей собаки, это выстраивание правильных взаимоотношений, то есть установление правильного контакта с вашим питомцем. Вы должны помнить всегда и постоянно, что собака это стадное животное, а в любой стае должен быть свой вожак, который дает правила поведения стаи, указывает, что, как, чему. То есть не на уровне силы, но и не на уровне вседозволенности, а именно на уровне мудрого правления добиваться лидерских качеств в глазах любого представителя своей стаи. Таким же вожаком должны стараться постоянно быть и вы для своей собаки. То есть очень важно понимать, что от этого зависит, наверное, 90% успеха воспитания вашей собаки. Если собака будет вас видеть как лидера, мудрого, который в нужных моментах даст ей защиту, даст ей еду, даст ей заботу, внимание, в нужных моментах поиграет, выделит время, все вот эти моменты сделает правильно для собаки, в некоторых моментах наоборот пресечет, может даже на уровне силы покажет, что не надо наглеть, надо как бы там вести себя в таких-то ситуациях так-то, в таких ситуациях так-то. То есть быть именно мудрым вожаком, если это у вас получится, то в остальных моментах проблем абсолютно никаких не будет. Вы должны понимать, что если собаке не давать понимания, кто вожак ее стаи, если собакой не заниматься в плане выстраивания правильной лестницы и иерархии вашей стаи, то есть не показывать, кто лидер, кто управляет вот этой стаей, то собака или подчиняется, или подчиняет, и как правило она начинает подчинять. Разные собаки делают это по-своему, то есть некоторые делают это на уровне силы, то есть там агрессии, зубов, все остальное. Некоторые собаки на уровне настойчивости, наглости. Некоторые собаки на уровне там своей мимишности, там своих вот этих вот всех там каких-то там ухищрений, но в любом случае они начинают потихоньку вас подчинять. И если вы поначалу эти сигналы не видите, то со временем, когда они уже явно видны, как правило, зачастую бывает довольно-таки поздно, чтобы начинать это все быстро и четко исправлять. Если собаке не выстраивать взаимоотношения, то есть не показывать себя как вожака, как лидера ее стаи, а давать собаке волю в этих ситуациях, чтобы собака сама изучала правила поведения, сама начинала учиться, как себя вести. Зачастую собака начинает и сама стараться стать вожаком вашей стаи. Из-за этого влазят основные проблемы в дальнейших ваших взаимоотношениях, в дальнейших ваших контактах с собачкой. Поэтому самое главное, изначально возьмите все в свои руки и поставьте себя как умного и мудрого вожака вашей стаи. То есть в глазах вашей собаки вы должны быть лидером. Это очень важно и это самое главное в дрессировке вашей собачки. Следующий момент воспитания вашей собаки – это ее изучение. Скажем так, изучение ее темперамента, ее поведение, как она себя ведет в тех или иных ситуациях. И соответственно, учитывать это в дальнейшей работе с вашей собакой. Потому что если вы не учитываете, не ищете подходы индивидуального под вашу собаку конкретно, а руководствуетесь, допустим, какими-то там статьями в интернете или видео какими-то по дрессировке в интернете, то вы должны понимать, что то, что там говорится, не факт, что подойдет конкретно к вам. Если, допустим, скажем так, в работе с некоторыми собачками нужно более твердость, больше коррекции, настойчивости, то не факт, что вашей собаке это подойдет. И наоборот, также очень важно понять вам, что для вашей собаки является доминирующей мотивацией. Это может быть еда, это может быть апорт, это может быть просто, если у вас хороший контакт с вашей собачкой установился, это может быть просто ваше поощрение в виде поглаживания, каких-то там словесных поощрений, типа да, хорошо, ласковый тон уже для собаки достаточно, чтобы полноценно нормально себя чувствовать. То есть очень важно вот эти вот ситуации не забывать и постоянно ими руководствоваться. Пойдем. Также не забывайте, что перед тем, как приступить к дрессировке вашей собаки, очень важно приучить собаку к снаряжению, посредством которого вы будете проводить эту дрессировку. То есть минимально ошейник и поводок собака уже должна, ну, уже надо к этому приучить. Не так, что вы первый раз надели ошейник в поводок и начинаете ее дергать, потому что в каком-то видео показана там, допустим, коррекция там отсекающая. В любом случае изначально мягенько, вот, в позитивном ключе нужно приучать собаку к ее месту, к ошейнику, к поводку, к наморднику, если это средних и больших пород собаки. Следующий этап в воспитании вашей собачки – это социализация. Очень важный момент – определить значение социализации собаки. То есть в трех словах, чтобы было понятно, что это такое, для того, чтобы собака уверенно себя вела в той или иной ситуации, нужно изначально к этой ситуации собаку приучить. Если там вы, допустим, это касается там какой-то территории, изначально, прежде чем начинать на этой территории дрессировать собаку, нужно изначально к этой территории собачку приучить, дать ей обнюхаться, освоиться, привыкнуть, находиться там. А потом только начинать какое-то обучение. То же самое, если вы хотите, чтобы собака себя вела нормально, адекватно в присутствии других людей, то есть там гостей у вас дома или на улице, когда к вам люди подходят, изначально нужно ее знакомить и показать, как себя вести в присутствии этих людей. Очень важно давать изначально позитивное, в позитивном ключе знакомство с посторонними людьми, особенно с детьми, особенно собак больших пород, бойцовских пород, служебных пород. Только потом вы можете уже в дальнейшем собачку как-то там затачивать на какую-то охрану. Но изначально собака должна всех воспринимать позитивно. То же самое собачку нужно знакомить с другими собаками, с окружающими там раздражителями, с окружающими факторами, конкретно в той местности, где вы находитесь, где вы будете повседневно с собакой взаимодействовать. Это и называется социализация, и этому нужно определять довольно-таки много внимания. Также немаловажно понимать, для чего вы завели собаку. То есть вам нужна собака-компаньон или собака-охранник, или просто там член вашей семьи, скажем так. И, соответственно, в этом плане развивать вашу собачку. То есть развивать аппартовальную реакцию, развивать там какие-то послушания и все остальное. Собаке интересно с вами работать, интересно выполнять какие-то команды, интересно видеть, что вы довольны ее поведением, что вы довольны, как у нее все получается. Соответственно, если собачка-компаньон, конечно, обучайте ее трюковым каким-то командам. Это позитивно будет и для вас, и для вашей собаки. Если же вы завели собачку и хотите в дальнейшем развивать ее в плане охраны и защиты вас и вашего дома, то развивайте аппартовальную реакцию собаке, давайте ей какие-то физические нагрузки, давайте ей больше игр в плане работы с саппортами и т.д. и т.п. Это вам в дальнейшем поможет собаку плавно перевести на специальную дрессировку. Итак, чтобы не делать слишком длинные видео, на этом закончим первую его часть. Поэтому подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить вторую часть касательно начала воспитания и дрессировки вашей собаки. И, конечно же, если вас заинтересовало это видео, у вас есть какие-то вопросы, которые я не обговорил в данной тематике или не затронул их, пишите в комментариях, я обязательно постараюсь на них ответить. На самое интересное, конечно же, отвечу в видеоформате в следующей части. И спасибо за ваше внимание. С вами был Игорь на канале Sound Elimination. До новых встреч в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok